И главной теме программы еще в 2011 году в находке организовалась преступная группировка. 8 человек. Мужчины угоняли автомобили, подделывали номера и документы и перепродавали машины. В основном под прицел попадали транспортные средства, оставленные хозяином на улице. Но были и разбойные нападения на автовладельцев. На одном из таких эпизодов и попались. Это кадры задержания группировки во время очередного разбойного нападения на владельца авто. Преступники пытались завладеть Toyota Land Cruiser Prado. Еще в 2011 году 27-летний житель Находки организовал банду из 8 человек. Занимались автокражами и разбойными нападениями. Материальный ущерб, причиненный потерпевшим действиями осужденных, превысил 8 миллионов рублей. Доказана их причастность к совершению 23 эпизодов преступной деятельности в составе организованной группы. При помощи специального технического устройства код грабера, преступники сканировали коды охранной системы автомашин, взламывали замки зажигания и похищали авто, перегоняя их в места отстоя. Следствие собрало достаточное доказательство вины подсудимых и отправило в суд. Теперь всем членам банды вынесли приговор. Лидеру группировки дали 14 лет и 6 месяцев строгого режима. Его поддельникам от 3 до 10 лет. Автомошенничество. Какие его новые виды появились в Приморье, поговорим с Константином Шугаем, адвокатом Приморской краевой коллегии адвокатов. Здравствуйте, Константин. Код граббер, так называется это устройство, которое использовали преступники из находкинской группировки. Что это за механизм, откуда он появился в Приморье? Электронное оборудование, можно сказать, специальное, для, во всяком случае, использования специфических задач. В данном случае использовали его для считывания и разблокировки систем охраны, ну и, соответственно, для того, чтобы осуществить завладение транспортным средством. У нас они в свободной продаже, я так понимаю, или откуда берут? Нет, это, еще раз повторяю, средство специальное. Его приобретают чаще всего за границей, ну, страны Юго-Восточной Азии достаточно обширный спектр подобного рода оборудования предлагают. Контрабандным способом заводят и используют. То есть в Приморский край механизм попадает нелегально? Нелегально. Кто за этим должен следить? То есть это пропускают на таможне, это устройство? За этим не следят спецслужбы, я так понимаю, если все-таки у преступников они появляются? В том-то и дело, что контроль за использованием этого оборудования находится в компетенции спецслужб, но заводится контрабандным способом, оборудование с точки зрения его объема, оно небольшое, и, в общем-то, при определенной сноровке и желании контрабандисты ввозят. Ну, недосмотрели спецслужбы, это понятно. Хорошо. Скажите, вот автомошенничество, какие все-таки его новые виды появились в Приморье или в России? Чего стоит опасаться автовладельцам? Евгений, ну, я немножко бы конкретизировал применение того или иного термина, да, в данном случае о мошенничестве, наверное, речи не идет, поскольку о мошенничестве, по сути, в своей действии лиц, которые обусловлены так, получение денег за услуги, товары или что-то иное, которые предоставлять не собирался, продавать не собирался, и, одним словом, получил деньги за то, что делать вообще не собирался. В данном случае, если мы говорим об автотранспортных преступлениях, то с точки зрения мошенничества это только, наверное, взаимоотношения в рамках страхования. То есть страховое мошенничество – это отдельный вид, определенный состав, отдельный состав преступления, которое входит как раз в раздел мошенничества. Это использование поддельных страховых полисов, это совершение постановочных автодорожных происшествий с целью получения страховых выплат по ОСАГО, ну, в том числе и по договорам добровольного страхования, так называемой МКАСКО. Ну, а какие-то все-таки хорошие, с мошенничеством мы определились. Каким образом еще сегодня навариваются на автолюбителях? Вот вообще в целом? Насколько мне известно, существует и продажа каких-то липовых, ненастоящих каких-то сигналок, я не знаю, купля-продажа какие-то бывают обманы. Вот чего стоит все-таки опасаться автовладельцам или при покупке машины, или при продаже? Я, пожалуй, выделил бы особую группу, и, наверное, самую большую, проблемы, связанные с приобретением автомобиля, который реально в полном объеме легализован на территории Российской Федерации. Ну, пожалуй, их тоже можно разделить на три группы. Первая и вторая, ну, или, может быть, даже в одной их объединить под группу, это приобретение распилов и конструкторов. В общем-то, в ближайшие последние годы довольно обсуждаемая тема, и, в общем-то, многие лица, которые приобретают транспортное средство, находят способы выяснить природу создания этого автомобиля, то есть либо это заводской автомобиль, либо он действительно собран из запчастей, в том числе из двух половинок, так называемые, ну, сварные эти распилы, да, как называются они у нас в мороде. Есть организации, которые специально занимаются проверкой вот на предмет происхождения этого автомобиля. Ну, в общем-то, с моей точки зрения, вот эта группа имеет возможность, в рамках этой группы имеется возможность установить, каким образом собран этот автомобиль. Вторая группа, самая, пожалуй, сложная, это когда в продаже предлагают транспортные средства, находящиеся в залоге под различного рода финансовые обязательства, да, то есть, ну, не секрет, что очень много транспортных средств, которые приобретались через заемные в банкосредства, соответственно, если получен автокредит, транспортное средство, которое приобретено, становится предметом залога, через какое-то время недобросовестные заемщики эти автомобили реализуют. То есть владелец, грубо говоря, банка, как банка? Вот есть же два документа, да, есть свидетельство о регистрации транспортного средства, есть паспорт транспортного средства, вот паспорт транспортного средства, синий документ большой, находится в банке, а с 40-й, так называемый, владелец ездит по дорогам для того, чтобы предъявиться сотрудникам ГИБДД. Что делают недобросовестные заемщики? Они идут в ГАИ, пишут заявление о утрате паспорта транспортного средства, останавливают, получают его дубликат и спокойно продают. На этом понятно. Скажите, вот еще один вид влагательства денег, так называемый распространенный у нас в городе, да и в принципе в России автопостава, это когда водитель заведомо поставляет свою машину и у нас, как в основном по правилам дорожного движения, тот, кто сзади врезается, несоблюдение дистанции, тот и неправ. У вас в практике много таких случаев? Ну, я должен заметить, что такой вал, скажем так, этих автопостав практически прекратился в течение последних 13 лет с момента принятия закона об ОСАГО. То есть чем это было обусловлено раньше, да? Это была возможность требовать возмещения возникшего ущерба в результате этой подставы непосредственно с того, кто там будет признан виновным в этом ДТП и кого подставили, да? Сегодня у каждого добросовестного владельца есть страховой полис. Этот страховой полис представляет из себя кубышку в сумме 400 тысяч рублей. То есть угрозы для самого этого автовладельца в этой подставе практически нет. То есть эта автоподстава касается страховой компании, которой придется платить за этот возникший убыток. Если у страховой компании хорошая, надежная и работоспособная служба безопасности, они автопоставщика могут вычислить и соответствующие меры принять. Но, как правило, это невозможно, да. Если говорить об автопоставщиках, то сегодня, пожалуй, это и та, в который врезались, и тот, который врезался, это группа лиц, задача которых – получить деньги со страховой компанией. А, вот такой вот уже наоборот. Да, да. Но все-таки на самом деле на дорогах случаются такие ситуации, когда водители, так как еще существует сейчас европротокол, если сумма не превышает 50 тысяч рублей, просто начинают, грубо говоря, такой сленг грузить своего оппонента. На самом деле таких случаев очень много. И одну из них сняли мои коллеги. Давайте посмотрим. Эта неприятная история произошла на Котельниково. Девушка-водитель Дайха Цутериос, двигаясь в сторону Боляева, наглым образом мужчина на Митсубиши Кантер стал прижимать ее к бордюру. Ехала с третьей рабочей. Он, машина поворачивала на октант, а молодой человек хотел, видимо, перестроиться передо мной, не включил поворотник, начал резать меня, ему сигналило. Все равно, как бы, продолжил резать, пришлось пожертвовать маленьким боковым зеркалом. В итоге остановились, подошла, спросила. Молодой человек, вину, что не признает. Водитель микрогрузовика от комментариев отказался. Может быть, проснулась в человеке совесть и стало стыдно, что поступил не очень корректно по отношению к даме. Хулиган, короче, молодой человек. Да. Еще и пальцы показывал. Да, еще показал средний палец, неволожительно. Со стороны все выглядело, как автоподстава. Оформлять аварию по европротоколу водитель Митсубиши отказался, уверяя, что прав в этой ситуации. Прибывший на место аварийный комиссар попытался объяснить мужчине, что к чему и кого все-таки признают в аварии виновным. Водитель грузовика свою вину в данном ДТП не признает, хотя на аппареле грузовика явный след от дополнительного зеркала, сломанного на Дейхасу Терриус. Девушке машина стоит относительно бордюрного камня. Очень даже хорошо, ровно. Сам грузовик, как видите, стоит в расположении перестроения. Как сам водитель грузовика сказал, что он не почувствовал удар какой-либо, и поэтому уже машину припарковал после того, как ему начали подавать звуковые сигналы. Ну, в данном случае, я думаю, что страховая компания девушки компенсирует материальный ущерб, и закончится все благополучно. Лишь после беседы с аваркомом мужчина согласился на мировую, и чтобы избежать проблем, даже согласился возместить ущерб. Ведь если бы на место происшествия приехали сотрудники полиции, то помимо того, что его признали бы виновным в столкновении, так еще бы и выписали штраф за неправильное перестроение – полторы тысячи рублей. Ну вот мы сейчас увидели эту историю. Здесь вступились за девушку аварийные комиссары и смогли отстоять ее правоту. Ну а на самом деле, что делать все-таки автовладельцу, если он действительно попал в такую автоподставу? Должны ли помогать в этой ситуации сотрудники ГАИ или не обязаны? Или сразу это решать нужно только через суд? И то, если поможет, конечно. Если один из участников считает, что он стал жертвой автоподставы, он вызывает сотрудников ГИБДД. Это его бесспорное право. Сотрудники ГИБДД зачастую только зарисовали схему ДТП и на этом, собственно, все. И где, допустим, тот, который был сзади, не соблюдение дистанции. И все. И как доказать, что ты просто попал в автоподставу? Ну тебе специально остановились и ты въехал. Ну вопрос специальной остановки – это нарушение правил дорожного движения со стороны внезапно остановившихся транспортного средства. Есть соответствующие разделы правил дорожного движения. То есть внезапная остановка – это тоже нарушение правил дорожного движения. Соблюдение безопасной дистанции – это тоже обязанность лица, который двигается сзади. В городском трафике, ну, во всяком случае, в Владивостовском, это, конечно, сложно, поскольку, ну, грубо говоря, 10 метров, 10-15 метров расстояния между машинами. В данном случае, если ГИБДД фиксирует на схеме ДТП факт несоблюдения дистанции и, соответственно, столкновения транспортных средств, а как докажешь? Ну, это реальное нарушение правил дорожного движения. Действовал ли он умышленно – это практически не доказать. Если никаких объективных причин для рейского торможения у него не было, пешеходов там и так далее, то он действовал в рамках правил. Ну, в данном случае нужно быть, я поняла, очень осторожным на дороге, а еще лучше иметь видеорегистратор. Это вот, да. На самом деле, это такая русская практика, и весь мир этому удивляется. Ну, это себя оправдывает, потому что при всем том, что запись камеры видеорегистратора доказательством прямым судом не признается, в качестве косвенных исследуется и дается им оценка. И сейчас в практике очень часто запись на соответствующем носителе. Суд смотрит и понимает. Еще очень, я хочу сказать, действенное мероприятие. Это так называемый открытый город, да, если не ошибаюсь, то есть камеры видеонаблюдения, которые установлены по всему городу. Сейчас при доказывании вины в дорожном происшествии... Да, действительно, можно обратиться туда. Я делаю заявку, да, плачу там небольшие деньги, получаю на электронном носителе, и там видно, то есть кто задом сдавал, а кто наоборот, в зад ему уехал, и как бы... Ну да. Всюду вот, значит, не очевидно. Благодарю вас, Константин, за краткий ликбез. Я напомню, гость студии Константин Шугай, адвокат Приморской краевой коллегии адвокатов. На прошлой неделе прокуратура организовала проверку по факту завышения цен на продукты питания во время ЧАЭС в некоторых районах края. Информация не подтвердилась. По крайней мере, к моменту, как специалисты начали проводить ревизию, стоимость продовольствия стабилизировалась. Если вы знаете о фактах любого нарушения закона Российской Федерации, пишите на электронную почту, которую вы видите на своем экране. Мы постараемся разобраться в ситуации. А на этом у меня все. В студии для вас работала Евгения Клепикова. И смотрите «Автопатруль». Мы в курсе всех происшествий в крае. До встречи. Алло, полиция. Здравствуйте. В школе 97-61 находится бомба. Просьба организованно покинуть помещение через эвакуационные выходы. В школе 97-61 находится бомба. Ночи без сна, покоя не снится, пожар, криминал, событий вернится. Игры кончились, не детская тема, такая работа, любимое дело. План, жизнь на карту. Все или ничего, какая пикама. Такое резло колесами в небо. Заглинило руль. Стоп. Снято. Автопатруль.